В Твери состоялась научно-практическая конференция «Судебное право применения и право творчества в современном правопорядке», приуроченная к столетию образования Верховного Суда Российской Федерации. Эта дата будет отмечаться в январе следующего года. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Сегодня в деятельность судов внедряются новые технологии, создаются условия для работы служителей Фемиды и всех участников заседаний. Так, в прошлом году в Твери открыт Дворец правосудия на улице Брагина. Это самый современный судебный комплекс в Центральном федеральном округе. Здесь и прошла научно-практическая конференция. Что было, что есть и будет, надеюсь, это качественное отправление правосудия на Тверской земле по всем видам судопроизводства. Не случайно здесь, наверное, вы видите и представители двух основных ветвей судебной власти. Это суды общей юрисдикции и суды арбитражные. Мировая юстиция у нас в общую юрисдикцию уходит. Председатель арбитражного суда Северо-Западного округа Сергей Маркин отметил, что судебное правоприменение и судебное творчество – важная часть работы системы. И конференция должна быть интересна не только юристам-практикам, но и ученым. Сергей Федорович подчеркнул, что за время существования советского и российского правосудия совершен большой прорыв. Сегодня российское правосудие, российская судебная система – одна из самых прогрессивных и современных в мире. И это признают даже наши так называемые партнеры, наши недруги. Она самая эффективная, самая оперативная, ну и, наверное, самая справедливая. Участники конференции говорили о роли Верховного суда РФ, правоприменении и правотворчестве в современном правопорядке, а также о роли и месте судебной практики. Судебное правоприменение в самых различных его проявлениях и конституционно значимое требование – это обеспечение единообразия судебной практики. Второй блок проблематики – это обеспечение единообразия судебной практики через судебное правотворчество. В формате видеоконференции к участникам обратился член Президиума Верховного суда РФ Виктор Мамотов. Он отметил, что судебная власть всегда находится на острие и занимает в обществе особое место. Это связано не только с судоустройством, сколько с вопросами установления и применения права, воздействия судебных постановлений на складывающийся правопорядок. Правосудие – это всегда зона конфликта. Одним из главных критериев признания работы судьи является общественное доверие, которое ему окажется в случае признания его компетенции и справедливости общества. Приветствую участникам конференции направил губернатор Тверской области. Игорь Руденя подчеркнул, что Тверской регион внес весомый вклад в становление и развитие судебной системы в стране.